Уникальная выставка пресс-синема открылась в детской картинной галерее на улице Куйбышева. Особенно ее делают не только действительно редкие экспонаты. По соседству с ними стоят увеличенные интерактивные копии. Их можно двигать, крутить и самостоятельно воспроизводить те самые иллюзии и мультфильмы, которые создавались в 19 веке. Семья Наумовых из Санкт-Петербурга от выставки в восторге. Дарья узнала много нового из истории создания первых мультипликационных фильмов. Какие-то элементы кинематографа она изобретала сама в детстве, но не знала, что это уже существовало. Мы с мужем увидели старые добрые листалки, которые мы еще сами в школе рисовали для создания мультиков. Оказывается, этому изобретению уже больше ста лет. И это флип-анимация, оказывается, называется. Мы не знали, что мы занимались немножко флип-анимацией. Поэтому, безусловно, что-то для себя почерпнуло и с исторической точки зрения. С чего начиналась эпоха кино и мультипликации? Как устроены волшебные фонари и теневые театры? Чем отличается тауматроп от зоотропа? Обо всем этом рассказывает выставка Прес-Синема. Это общее название для всех открытий, позволивших создать технологии кино. Они связаны с развитием анимации, проецированием образов, изобретением фотографий и охватывают период с начала 19 века до первого публичного кинопоказа «Братьев Люмьер». Мы показываем ход мысли физиков, оптиков, изобретателей, разные игрушки, оптические приборы, которые привели к тому, что мы сейчас можем смотреть кино, в общем, наслаждаться этим. На выставке в доме Клота представлено более 150 уникальных экспонатов. Это аппараты, которые позволяли смотреть небольшие кусочки анимации до появления кинематографа, проекционное оборудование, игрушки с оптическим обманом. Такая удача, что в наших интерьерах, то есть в интерьерах особняка 19 века, хорошо отреставрированных, таких вот аутентичных, мы можем видеть предметы, которые бытовали примерно в таких же домах, волшебные фонари, которые в 19 веке очень широко были уже распространены. В таких где-то примерно вот обстановке люди вечерами смотрели слайды анимированные на волшебных фонарях, поэтому у нас вот тут такое бинго, то есть у нас пространство для этого подходящая коллекция, коллекция богатейшая, то есть коллекция очень такая очень цельная и очень грамотно собранная. Выставка пресс-синема работает в Самаре впервые. Уникальные подлинные экспонаты, часть самой крупной в России частной коллекции, посвященной истории, мультипликации и кино. Более 10 лет ее собирали братья Васильевы из Казани. Всего она насчитывает более 300 раритетных анимационных и оптических игрушек. Выставка в Самаре открылась несколько дней назад. По мнению музейщиков, она необычайно популярна. Среди школьников в том числе. Третьеклассник Платон Наумов после экскурсии по пресс-синема выбрал себе профессию по душе. После этой выставки мне сразу появилось достаточно большое желание стать кинематографом. До Самары выставка пресс-синема уже побывала в Астрахани, Чебоксарах и Нижневартовске. Увидеть и попробовать запустить раритетный проектор можно до 8 октября в детской картинной галерее. Сергей Кизоркин, Петр Пламеев. События.